Добрый день, друзья! В этом видео речь пойдет исключительно о главном сопернике нашего лыжника Александра Большунова в борьбе за большой хрустальный глобус, норвежца Яханнеса Клэба. Несмотря на его относительно молодой возраст, у него очень впечатляющий послужной список. У него есть как три золотые олимпийские медали Пхенчхана, так и три золота на чемпионате мира 2019 года. Яханнес Клэба может похвастаться двумя большими хрустальными глобусами, завоеванными им в сезонах 2017-18, а также 2018-19 годов. Не стоит забывать и о выигранной им престижной многодневке турдески сезона 2018-19 года. На наше с вами счастье нашелся русский богатырь в лице Александра Большунова, сумевший прервать гегемонию побед норвежского бегунка и бросить ему настоящий вызов в прошлом сезоне, выиграв все значимые награды в лыжном спорте. Напомню ситуацию, которая развернулась в этом лыжном сезоне с участием как всей норвежской сборной по лыжам, так и отдельно Яханнеса Клэба на этапах Кубка мира. После неплохого старта норвежцев в финской руки и особенно Клэба, который по итогам первого этапа возглавлял общий зачет, последовало его заявление совместно с другим лидером норвежцев Эмилом Иверсоном о пропуске декабрьских стартов Кубка мира по биатлону. Об этом 1 декабря также заявила Федерация лыжных видов спорта Норвегии, не исключая пропуск и многодневки турдески. Далее пропуск январской многодневки был официально подтвержден и стало понятно, что до чемпионата мира увидеть по-настоящему в деле сборную Норвегии по лыжным гонкам становится делом трудным и загадочным. Масло в огонь подлил вчера Яханнес Клэба, заявивший в интервью норвежскому телеканалу ТВ-2 о том, что в случае риска вероятного заболевания коронавирусом он вынужден будет пропустить чемпионат мира. В числе приоритетов у норвежца на первом месте преобладают вопросы, связанные со здоровьем, а уж на втором это предполагаемое участие в чемпионате мира. Со своей стороны Клэба очень не хотелось бы пропускать главное соревнование года, ради которого он пошел даже на отмену многих стартов сезона, и он выразил уверенность в том, что решение, которое позволяло бы ему лично выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам, в немецком Эберсдорфе найдется. И мы в период с 23 февраля по 7 марта сможем насладиться увлекательной борьбой между нашим большуновым и норвежцем Клэба. Ранее в ноябре Клэба заявлял, что в случае выхода на пик формы к чемпионату мира он сможет принять участие в дистанционных гонках, включая скетлон и марафон. Мне кажется, к словам норвежского лыжника стоит отнестись с пониманием, но на главный старт сезона он несомненно, думаю, выйдет. А пока Яханнесу ничего не остается, кроме как сидеть и наблюдать за лыжными гонками по телевизору. Клэба признался в своем влоге, что ему очень тяжело видеть рост кубковых очков у Большунова, особенно после второго этапа в Давосе. Притязаний на завоевание большого хрустального глобуса по итогам лыжного сезона 2020-2021 годов он уже с его слов не имеет, учитывая пропуск турдески. Но это, как говорится, проблемы норвежской сборной и отдельно Яханнеса Клэба, и как правильно выразился недавно олимпийский чемпион Александр Легков, заявив о том, что про отсутствие норвежской сборной на этапе Кубка мира никто со временем не вспомнит, зато в историю войдет тройной подиум российских лыжников в коньковой разделке на 15 километров в Давосе. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.